Где моя камера? Где моя камера? Хотели угнать мой канал. Хайп, ловим хайп. Давай, давай, давай. О, я вообще молодец, огурец. Просто отпусти мою ладонь. Сделай посветлее здесь освещение. Бабуля пришла, ура! Что-то мне вкусняшки какие-то принесла. Я вам раздаю, что принесла. Значит, антиокны. Одно у меня дома стоит для меня, другое будем заслуживать. Да, я все никак себе заказать не могу. И мама уже говорит, давай, прыщи свои Маши. Маша, как только начинается прыщик, только чувствуешь, вот болит где-то. Вот у меня вот здесь вот начало болеть, я начала мазать, оно не вылазит, даже уже меньше болит. Буду мазать, мазать. И ты мажь постоянно. Хорошо. Вот, дальше. Я взяла вот такой крем, у меня такой дома стоит. Я хочу, чтобы он здесь тоже стоял. Крем классный, я люблю Сеулу, вот эта серия мне понравилась. И это такой, знаешь, вот он влажное лицо делает, хорошо увлажняет, питает. Короче, это ты себе, чтобы у тебя был крем, да? Ух ты, какой он интересный. А что, он с блестками, что ли? Открой. Нет, он не с блестками, попробуй его намазать чуть-чуть на лицо. Он прям в водичку превращается. А, ну типа, а что он делает? Ну, я, например, когда вот этим вот скаткой помажу, я еще взяла себе такое масло очищающее, тоже Сеулу. И после этого уже вот этим кремом увлажняющее. И оно, знаешь, лицо сразу становится, ну, когда намазываешь, оно как водичка под руками кажется, да? Но потом водичка впитывается, и такое вот нежная кожа становится. Ну, короче, он мне понравился. Ну, попробую потом, ладно. Я взяла его, чтобы не таскать туда-сюда. Хорошо. Чтобы он был здесь. А я смотрю, крем какой? Денечки, денечки. Что я взяла денечки? Денечки, денечки. Шампунь-гель для душа, два в одном. Ага. И детскую мочалочку, 100% бамбук. Ой, кафе, кстати. Я хочу, чтобы он попробовал сам себя помыть. Ну, я сначала буду мыть его, да? Чтобы он сам. Потому что надо его там тереть коленки. Он вечно валяется у нас. Ну, попробуй, какая она мягкая. Это 0+. Классная, кстати. Для новорожденных. Я видела, там продается. Я давно на нее смотрела, думала, брать не брать, а тут решила, да надо взять, что? Смотри, она мягкая. Классная. Классная. Бабушка. Бабушка. Так, у нас тоже для тебя подарочки. Во-первых, это вот такой вот. Ты покажешь, какой у тебя был, который я, блин, все мечтаю заменить? А я его дома оставила. И правильно, выкини вообще его. Вот, ну, выкину, да. Посмотри, какая пора резиненная. Про поместится камера, мне кажется. Бабушка. Да, да, камера как раз поместится. Это размер камеры. Это цвет какой смели красивый, да? И цвет хороший. И вот гель, который ты просила. Это я выбираю. А это здесь остается... А у меня пенка еще есть. Ты же себе просила. Или ты себе взяла? Я себе просила, у меня дома есть. А это чтобы здесь было. Я же не могу вот это все таскать туда. Хорошо, пусть будет. Пришла я пользуюсь. Все, вот это вот... Это я домой возьму, а это вот здесь. Короче, всем доброе утро. Мама Чоли пришла. Сегодня у нас будут трубы делать. Сегодня вообще у меня планы снять кучу видео. Вон, коробка там с видосами лежит. И что еще? Ну, и поболтаем, кофе попьем, да? Да. Денечка, смотри, какая мягкая мочалочка. Это тебе. Будешь купаться с мочалочкой, да? Пошиб. Пошиб. Пошиб, зайчик, пожалуй. Смотри, надо в ручку одеть, ручку. Одевай ручку. Вот так, смотри, одеваешь на ручку? Чего нападаешь на маму? Ты чего нам мать на пудольфу, а? Мерить вот так будем, да? Нет. Нет? Ну, потом. Поможем туда и все. У него первое слово нет уже. У него всегда сначала нет, а потом да. А потом давай. Так, девочки, смотрите, мы освободили стеночку. Сейчас будут вести нам трубы, проводочку вот сюда. У нас вот здесь будет моечка потом. В общем, мы сейчас ее перенесем, трубы перенесем, разводки сделаем. Здрасте. Вот, смотрите, как было у нас. Сейчас трубы сюда переведут. Так, смотрите, трубы нам провели. Смотрите, как красиво. Краньки все блестят. И вот так вот у нас все здесь. Все, сейчас мойку сюда подключим. Ну что, у нас такая небольшая перестановочка, да? Вот сюда мойку поставили. Сейчас как-то по-другому, да, ощущать буду. Но мойка будет у нас на этом месте, поэтому уже потихонечку привыкаем. Осталось две недельки, да? Две недельки? Ну да. И должны сделать. Я надеюсь, они сделают раньше моего дня рождения. Хотя мама говорит, что кухню собирать неделю будут где-то. Ну это не один день, это долго собирается. Так, напишите в комментариях, девочки, кто делал большую кухню, да, такую. Ну не маленькую, а вот прям большую, да? Потому что у нас большая прям кухня будет во всю стену. Сколько вам времени собирали еще? И еще у нас гардероб, как бы, да? Сколько тоже займет времени? Ну гардероб за один день, в принципе, мы могли бы собрать, да? Но кухню, как бы в один день они все не соберут, точно гардероб и кухню. А нам нужно первое дело гардероб, чтобы вещи начинать убирать. Вот. Короче, мы рады. Все, мы под кухню все подготовили. Все сделали. Вот. Сегодня у меня еще съемки продолжаются. Хотели сегодня поехать за мойкой, за фильтром, но, наверное, завтра. Мама сейчас поедет домой. Она приехала только помочь мне. И сейчас поедет домой, а завтра я за ней заеду. И мы вместе поедем. Уже нужно определиться нам с мойкой и со всем делом и уже купить. Чтобы оно все стояло. И чтобы пришли уже рабочие и все делали. Вот. Сейчас уже время, на самом деле, без 15.04. Но я выпила только одну чашку кофе, еще ничего не ела. И сейчас я выпью вторую чашечку матча-чая зелененького. Ну вот, Денька взялся теперь за нормальный пылесос. А то веником все пылесосишь, да? Давай, иди дальше. Вперед. Да. Молодец. Вот так вот, да. Нравится? Вот так вот надо смотреть. Так, вот раз, два. Раз, два. Вот так, раз. Дай. Держи. Все. Все? Давай, мам. О, я вообще молодец, огурец. Вообще забыла за то, что снимаю влог. Вообще, красотка, да, мама? Мама, красотка? Да. Свет. Мам, красотку скажи? Скажи, мам, красотка? Мам, красотка. Красотка? Красотка. Красотка. Забыла, представляете, вылетела из головы, что я снимаю влог. А мы сейчас ходили, куда мы ходили? Куда я посылку забирала, в магазин зашла. В фикс прайс заглянула, что там, да как там, кое-какую новиночку еще нашла. Но это все будет. Кстати, девчонки, да, я уже думаю, где начинать говорить? Я собираюсь фикс прайс полностью перенести на свой второй канал. Кто знает, как помнит, я на втором канале снимала походы именно по магазину. То есть с полочек снимала все, да. Вот. А на своем главном канале я снимала то, что я уже приобрела, делала обзор, там, тестила что-то, да. Ну и на втором канале еще отдельные продукты тестила. В общем, на втором канале все продолжится, как и продолжалось. Но я хочу вот эти обзоры фикс прайса, да, перенести тоже на второй канал. Поэтому если вы любите мои фикс прайсы, любите их смотреть, то обязательно подписывайтесь на второй канал, потому что здесь я их планирую больше не выставлять. Вот здесь. Здесь у меня будут влоги. Также будут какие-то еще покупки, то есть все то же самое. Вот именно фикс прайс обзор хочу на второй канал попробовать перенести, посмотреть, как оно будет. Немного хочется разделить вот этот вот шоппинг, да, покупки какие-то, обзоры, распаковочки и все такое. И вот какой-то лайф и что-то вот, не знаю, хочется поэкспериментировать, поэтому добавляйтесь на второй канал. Я ссылочку оставлю под видео. Не знаю, как еще лучше сделать, чтобы как можно больше людей уже, ну, как бы узнали, поняли, что вот фикс прайс на втором канале будет. Вот. И что еще я хотела? Это что такое вообще? Дэнь, сейчас на улице дождь. Мы попали под дождь, такой небольшой ночной. И вот приехали, Дэня говорит, на горке хочу покататься. Я говорю, на горке никого нет, темно и дождь идет. Так что мы поднимаемся домой. Домой на горке покатать. Нет, Дэнь, на горке не покататься, домой идем. Все, дома тогда увидимся. А, сейчас еще такая, знаете, такая погода. Я такая молодец, я сегодня сняла видео, мы сегодня провели эти трубы, сделала какие-то покупки, ну, прям вот это. И мне так хочется себя порадовать, поблагодарить, заказать себе суши. И я вот сейчас заходила в магазин, хотела взять, но там, блин, 20 минут надо ждать, потом пока мне будут делать это, я торчала бы в этом магазине, там даже не присесть нигде. И я думаю, может сейчас заказать просто и привезут мне, и я порадую, поем себя. Ну, сейчас я поднимусь домой и решу точно, буду заказывать суши или нет. Ну что, искупала малыша, сейчас дала ему творожок. И все-таки, вы знаете, я заказала суши. Заказала и десертные суши, и горячие суши, какие-то новые у них с тигровой креветкой, и Филадельфию свою классическую. И в подарок у них всегда сок. Не сок, а морс. Вот, так что жду в течение полутора часов, они должны мне все привезти. А пока, что я буду делать пока? Не знаю, может видосик снять, а с другой стороны хочется накраситься, чтобы его снять. А накраситься не могу, потому что это фигнюлька у меня здесь. Вот, так что, наверное, завтра сниму, лежит у меня все. Буду сейчас уже раздеваться, переодеваться в домашнее, даже еще не переоделась. Так и хожу. Вот, и буду готовиться к завтрашнему дню. Вечером буду смотреть сериальчики. Кстати, я не знаю, если я кому-то еще не говорила, я смотрю сейчас сериал «Любовницы», уже третий сезон. Там по 13-12 серий где-то в сезоне. Слушайте, ну, на удивление, какие актеры, сюжет. Каждый раз заканчивается серия, блин, так интересно, что просто я по 3-4 серии уже давно так не смотрела, по 3-4 серии, так, чтобы меня захватывал сериал, я так прикипела ко всем. И он такой, знаете, вот прям такой домашний, для девчонок, знаете, как-то прикипаешь ко всем этим актерам и вообще сюжетной линии, и вот как будто твои подруги, что-то вот твое. Ну, прям захватывающе. Третий сезон очень быстро начала смотреть. Кайф, советую. Боже мой, что может быть прекраснее ночью без 10-11 съесть суши на ночь. Сладюшки еще тут у меня, короче. У меня здесь какой-то запеченный с креветкой к этой тигровой. Это обычная Филадельфия, люблю, да. И вот там десертик. И вот «Любовница», видите, первая серия третьего сезона. Денька никак не спит, но я уже не могу его укладывать, потому что я очень голодная. Я реально сегодня полдня ничего не ела, вторую половину. И просто ждала эти роллы. Вот, так что приятного аппетита и, наверное, спокойной ночи. Всем привет! Новый день, и сегодня мы с мамой договорились уже поехать и взять. Нам нужен смеситель на кухню, нам нужна раковина на кухню. Мы это будем брать белого цвета. Смеситель у нас будет вместе со встроенной... Ой, как его, чтобы вот эти вот воду баллонами вот этими не таскать, с фильтром, да. И нужно купить фильтр. Мы уже даже посоветовались... Вчера нам делали трубы, да. Человек, кстати, какой-то очень знакомый приходил, видимо, с района, с какого-то. Может, даже учились в одной школе, скорее всего. Вот. И посоветовали аквафор вроде бы, хорошая какая-то. Кстати, напишите... Хотя, что вы напишите, я уже куплю к этому времени, пока вы напишите. Ну, все равно напишите, мне интересно знать, какими фильтрами пользуетесь для воды вы, если вы устанавливали. Вот. И что еще? И сейчас мы поедем, я сейчас еду за мамой, беру ее с собой. Сегодня решила новый образ вот такой найти. Вот такую кофточку себе приобрела, маечку. Вот такие штаники бежевенькие взяла. Это я взяла в... Син... Синсей, по-моему, да, магазин. Вот, на распродаже 700 рублей они, по-моему, стоили, если я не ошибаюсь. Очень классненькие. И бежевенькие свои тапки одену, которые заказывала... Где я их заказывала? На Джум, да. Их уже нет, к сожалению, там. И сумочку свою бежевую. Кстати, еще хотела сказать, что... Вот видите, живот открыт. Я в последнее время перестала живот открывать, да. Но ко мне приехала Люси, и вот она молодец такая, открывает животик и так далее. И на самом деле, когда у меня есть возможность открыть животик, и если он не торчит, да, сейчас я немножко как будто... Как бы нормально, терпимо, да. Я думаю, блин, надо пользоваться этим моментом, пока фигура еще в норме. Еще... Ну, я не знаю, но вдруг я уже тогда буду взрослой, уже буду вообще... Ну, сильно взрослой, да, слишком взрослой. Уже будет вообще неактуально открывать живот. Сейчас еще, пока я себя чувствую так молодо, думаю, да почему лето? Надо открывать животик, да. Стараюсь отпускать там свои волосы немножко, потому что скоро седина полезет, и я буду закрашивать в белый цвет все девочки. Вы мне говорите, белый-белый красить. Хотя я люблю белый, и у меня бывают иногда, думаю, ай, закрашусь. А потом думаю, нет, хочу еще так походить. Тем более у меня вон видео было, где девочки хейтили меня там, да. Мне очень понравилось, как падает свет, и я там вообще практически блондинка. Не видно, что у меня затемненные корни. Вот, поэтому пока я наслаждаюсь, кайфую. И вот животик открываю. Напишите, кто любит с открытыми животами ходить. И у кого позволяет это, конечно же. Ну, вроде мне позволяет еще ходить, да? Ну, почему не походить? Все, мама там уже пишет, ждет нас, так что мы выходим. Да, еще у меня, блин, скачал этот притч. Надо его немножко сейчас помазать. Сейчас я его уберу, эти подмазыния. Конечно, не пойду вот так с кремом. Сейчас бы забыла и пошла бы с кремом. Два дня его уже давлю. Какой-то слишком воспаленный притч у меня получился, что даже с первого дня вроде бы все выдавила, но не все получилось. Вот, поэтому на второй день опять давила. Но вроде сейчас уже должен заживать. В общем, ладно, сегодня мне мой образ нравится. Эти цвета, бежевые, все, как я люблю. Пошли. Ну что, мы приехали в ХДМ. Татьяна, кстати, говорит, ой, тебе на балконе вот такую штучку повесить можно. Ну, в принципе, там есть место, да. Но мне кажется, она так много места занимает. Не кайф. Так, идем, сантехника наверху написана. Едем. Что, нравится тебе? Мне вот такое хочется. Вот, смотри, видишь, откинул так. Откинул. Ой, офигеть. Ты посмотри. Вот здесь как. Просто любой наклон. Вон, Денька, будет вот так. Эй, эй. Ну-ка, быстренько слезь. С ногами. Вот это вообще замечательно. Мне вот это нравится. Единственное, что раскладывается оно как кровать или просто как диван. Мне надо, чтобы он раскладывался как кровать. Вот эта штучка вообще обратила внимание, девочки, вот. Я это не знаю. Здесь набор мягкой мебели. Цена образца 21,200. Это капучина. Да, цена. Дивана 250 началась. Вот, видишь. А вот такая штучка сколько стоит? Капучина 25. А, вот эта? Да. А, это на нее цена 21,000. Я думала, на диван. Вот, прикольная штучка вообще, мне нравится. Да, универсальная. На любой. Да, здесь на диваны цены. Я знаю, что я приходила уже. Все, Дэнь, убери ноги. Какая красота. Лестница офигенная. Красиво. Ой, это мы в дом будем уже потом лестницу выбирать. Все с любимым будем делать. Я вот что-то такое, наверное, захочу. Хотя дома будет заниматься он. Мы договорились. Ой, как классно. Ой, как красиво. Ого. Это да. Обалденно. Это да. А, что-то я не знала. А нам нельзя такое сделать? Нет, у нас столешница будет. Прямо со столешницей. Крутец вообще. Ну, это продается все совместно. Супер. Видишь, это цельная столешница. Да. Обалдеть. Я такого не видела еще. У кого здесь моих зрительниц такая есть, интересно, совместно? Так, зашли, смотрим здесь. Здесь нам предлагают мойку только вот такую. Жемчуг цвета. Будет выглядеть вот так. Но мне не очень нравится. Цвет хочется побелее. И хочется вот такое что-то квадратненькое, знаете, без всяких. Ну, вот максимум вот здесь, чтобы что-то было. Цена 5365. Вот такой вот. Вот, из фильтра, смотри, смесители стоят 9,193. Вот такой. Ну, мы еще идем дальше смотреть. Вот такую вот штучку, да, вот она стоит 14,700. Ну, беленькую мне там, да? Мам, смотри, вот Татьяна говорила про такую штуку. Осторожно, товар не закреплен, вот здесь написано. И здесь не закреплен. А здесь закреплен? А я? А здесь закреплен? Интересно. Сейчас я такая сяду и упаду. Слушай, ну у меня вода горячая пошла уже. Нет, я боюсь. Почему на двух написано, товар не закреплен? Я не хочу упасть. Короче, мне нравится цвет вот этот красивый такой. Так, консультант сказал, что можно посидеть. И она говорит, что вот это для детская и вот это вот. Потому что оно такое неглубокое, как бы больше для детей. А вот эти уже побольше. А, еще. Ну, оно достаточно высокое для детей. А вот эти вот для взрослых пониже. Давай вот этот вот. Так, попробую. Такую фигнюшку домой. Ну, она столько места занимает. Место занимает, да. Квартиру, конечно, не вариант. Ну, как на капризе? Не, на балкон. Ну, балкон, ширину балкона займет. Вот эти, моя работа детская. У меня сейчас находиться место. Ну, да, ширина балкона с одной стороны, а с другой стороны. А это закреплено? Это не закреплено, День. Это не закреплено, День. Писи. Ну, сюда, иди сюда. Дайте закреплено. Да. Сейчас было бы очень смешно. Нравится, День. Ой, клево, да? Утонул прям в подушках. Во, какая качеля, да, Денька? Классная. Ну, сиди, сидя, дискотка. Ложись. Нравится? Голову ложи на подушку. Отвихай. Ручки на этом горе. Вот, кайфуй. Мы пошли. Ути спать. Нравится? На. Ути спать. Иди спать. Иди спать. Иди спать. Закрывай глазки. Глазки закрывай давай. Все, закрывай глазки. Да не буду. Не будешь спать? Нет. Закрывай глазки, говорю. Глазки закрывай. Ну, закрой глазки. Ну, закрой глазки. Нет? Пойдем гулять. Давай ручку, пошли гулять. Да не буду. Ну, пойдем. Да не буду. Спать будешь? Закрывай глазки. Закрывай. На бочок ложись. Долго мы с мамой выбирали, чем бы нам поподчеваться, да? Да, как эта штука называется? Чайобата с куриным рулетом. В общем, разными специями. А Данька хочу пурьку есть, да? Только сыр-то он и может есть. Мясом вообще его не заставить. Ой, девочки, давно я не ела, знаете, вот еды такой, где ты берешь как бы мясо, но ты вот ешь и тупо не чувствуешь вообще ни капельки мяса. То ли там специи такие, что они все перебивали. Хотя не скажу, что прям какие-то сильные специи я чувствовала, да? Какой-то соусик, помидорчик в основном я чувствовала. Там чуть зеленушки. Но просто на вкус даже я не чувствовала мяса. Это такое ощущение, знаете, что когда вот нос забит у тебя, и ты как бы ешь и не чувствуешь, что ты ешь. И вот то же самое. Но там мясо было, его как бы было видно, тонкая нарезочка. Ой, там тоненький слой, какой-то рулет такой куриного. И я больше всего чувствовала, что мне что-то хрустит. Капусточка хрустит, помидорчик там что-то там хрустит. Но даже вот аромата и вот чего-то такого не было, короче, давно. Но в целом мягкая булочка, все вкусненько как бы, да? Ну, ожидали же мясо. А вот ощущение, что мясо поели, вообще нет. На всем сэкономили. На всем экономим. А теперь ты. А теперь ты. А теперь ты. Так, мне надо застегнуться, пристегнуться. Дэню надо пристегнуть. Дэню давай тоже. Та-дам! Ну что, крошки мои, мы... Все, вот он аквафор, который... Вот он, вон там внизу, да? Я купила. Сейчас с мамой считали. Я говорю, слушай, мам, что-то там еще фильтра надо будет эти менить раз в полгода. И они как бы не такие уже дешевые там. Я говорю, по-моему, вода нам выходила дешевле. Начали считать. А нифига. Вот особенно, когда мама ко мне приезжает. Ну, я вообще редко в воду как бы там, да. У меня она может быть... Я... Хотя все равно. Все равно получается. Короче, когда мама ко мне приезжает, у нас бутылка стоит... Ну, мы округляем там 250 рублей, 240 рублей, да, я покупаю? Или 240, 240 или 220 стоит бутылка воды, которую я покупаю. Если мама у меня в гостях, то это неделя и бутылки нет. Да, раз в неделю, да. Получается, что в месяц 1000 рублей. Получается, что за полгода это 6000 рублей. А тут за полгода я буду один раз тратить 1850 на фильтры. А следующие полгода там 3900. Ну, то есть за год... А ну-ка, давай за год посчитаем. 1850 плюс... Ну, 6 и 6... 12. Короче, 4 плюс 2, это будет 6. 6 минус там... 250 рублей. Короче, округляем. Мы все округляем, да? 6000 пусть будет. Короче, с фильтрами мы будем в год тратить 6000 рублей на фильтры, да? А если бы мы заказывали воду, то мы бы тратили... 12. 12 тысяч рублей. Короче, мало того, что получается экономнее, да? Мало того, что экономия. Потом не надо ждать и... Самый геморрой. Заказывать эту воду. Потом ее ждать, эту воду. Потом зависеть от курьера, который ее привезет. И самое главное... Это место. Нигде не будет стоять эта дурацкая бутылка. И мы ее отдадим. Ну, мне кажется, для тебя самое главное даже не место, а самое главное, что... Иной раз она не заказывает воду. Я говорю, ты посмотри, я от тебя уехала в пятницу, приезжаю в понедельник, а у тебя бутылка пустая стоит с водой. Ты почему ее до сих пор не заказала? Это за курьера, мама. Она говорит, я не знаю, во сколько он привезет воду, поэтому я не заказываю, потому что мне некогда его сидеть тут ждать. Не, а что я буду сидеть, привязать? Это привязка к... Приходится, да, целый день бывает. Не, эти курьеры вообще вымораживают любые. Вот знаешь, когда доставка, я всегда прошу, что не надо мне курьера доставлять. Пожалуйста, сделайте мне так, чтобы я приехала. Я могу в другой конец города приехать, но только не курьер, который заставит меня сидеть дома тупо. Мне лучше ехать куда-нибудь. Да, бутылка тяжелая, как ты поедешь за ней? Нет, это что с водой, да, мне приходится. Поэтому я не заказываю, только когда ты приезжаешь, я знаю, что я 100% дома или... А еще сейчас, вот между прочим, из-за того, что карантин, вот этот непонятный какой-то курьер без маски заходит, проходит в твою квартиру и смотришь на него и думаешь, а черт его знает. Слушай, надо было в Аквафор вообще-то это, позвонить им, сказать, что мы как бы видео снимаем. Им сейчас хорошая реклама, походу, будет. А они даже не платят, и даже Аквафор мне вот этот не подарили, нифига. Да, ну ладно, любой, любой покупайте фирмы, любой фирмы. Ну да, это просто ты выбрала то, что подсказали ребята. То, что сантехник мой подсказал, да, он себе такой поставил, и я думаю, блин, человек так разбирается, он там какие-то, что-то там сказал, написал мне, я думаю, ну блин, ну как бы я вот так глубоко не разбираюсь, возьму то, что... Хотя можно взять и подешевле, просто чуть может геморройнее, например, тот же гейзер, да, его фильтры менять чуть-чуть подольше, да. Нет, надо брать то, что удобно, комфортно, потому что ты с этим будешь спалкиваться регулярно. Ну для кого-то вам важна цена, понимаешь, поэтому такое дело. Ты знаешь, для меня важна цена, но для меня комфорт важен еще больше, чем цена. Ну это для тебя, а я же говорю, кому-то. Я к тому, что есть подешевле, и тогда фильтра и подешевле, и тогда все будет еще дешевле. Поэтому задумайтесь. Все, мы поехали домой. Ой, все, мои хорошие, мы пришли домой, погуляли, сейчас там такой ветер что-то на улице, и погуляли. Все, купили, купили, вот она, кафор. Так, относим наш фильтр в комнату. Все, жди своего часа. Вот этот вот угол скоро разберется. Жду, не дождусь того дня. Юля, пойдем ручки мыть. Короче, все, пришли домой, сейчас надо переодеться, прийти в себя, чутка отдохнуть. Ветер что-то меня вообще как будто унесло, и мое все. Мои головы, волосы, мозги. Ой, ну что, мои хорошие, сегодня такой прекрасный день. Я столько всего сделала, и сняла видео, и провела прямой эфир, и опубликовала сегодня одно видео. Сейчас пойду снимать еще одно видео. У меня такой макияж сегодня симпатичный, всем в прямом эфире понравился. Жесть, мои хорошие, полные попыха, вы себе не представляете. Представляете, это я вот делала сегодня онлайн-заказы. Ой, какой ветер. Короче, делала онлайн-заказы, и долго-долго, получается, собиралась. Вот, но сейчас мы с Татьяной договорились поехать на пляж, позагорать. Время сейчас, по-моему, половина четвертого. Да, уже 20 минут четвертого, сейчас она меня накормит, сказала, кабачковой икрой. И мы едем на левый берег, там, в новое местечко, я там еще не была. 500 рублей вход по будням, по выходным тысяча, и сейчас будний день. Вот, я говорю, чтобы народу было как можно меньше. Ты посмотри, какая! Все, она просто рвет, что-то там мясное учуяла, и рвет мусорный пакет. Все, мы побежали. Так, ну что, мы примчали к Татьяне домой, она живет рядом со мной, 5 минут, буквально 6. Сейчас она, ну что, у меня на голове уже пипец какой-то. Сейчас она пока там собирается, а мы покушаем и помчим. Так, ну что, мы приехали, Татьяна пока собирается. Я тут сама за хозяйку, положила себе чуть-чуть икорочки попробовать, очень вкусные. Она, видимо, делает ее на терочке, она какая-то такая нежная, мягкая, говорит, 2 часа тушила. Рассказываю, какая вкусная икра. Я ей не на терке делаю, я ей в блендере делаю. А, в блендере, в блендере, говорит. Так все гораздо проще. Все ты слышишь, да? Конечно же. Секретики вы... Не, ничего не выдаю, видишь, говорю на терке. Вожу в заблуждение. Денечке положили чутка макароны, яички. Дома он поел, у меня уже мяско. Вот, что-то икорку он не стал есть. Он вообще у меня приверет такой. Хлеб ест, а вот эти все икорки раньше маленький был ел, а сейчас нет. Короче, мы кушаем, Татьяна собирается, и мы бегем загорать. А еще я вам хочу показать, вот, какая была Татьяна, когда я с ней познакомилась. Видите, челочка? Вот такая девочка была. Это вот, по-моему... Календарь тут висит, Таня, это вот 16 лет, да? Ну, почти. 15, 16. Мне там 27. 27 тебе здесь? Да. Серьезно? Да. Ну, короче, вот ей 27, она в 16 была такая же, вообще не изменилась. Красотка. Смотрите, девочки, мы едем, называется Ближняя дача. Но она ни хрена не ближная, мы уже полчаса едем, если честно. Но очень красивые тут это, по сторонам. Зелень. Красивая. Написать тебе смс-ку? О, уже подъезжаем. Хорошо. Хорошо. Красиво прям, мне нравится эта дорога. И вот она, красота. Красота. Ой, тут огоньки еще горят. Вечером. Ищем парковочку. Я тебя тоже. Так, мы идем. Сарафан идет сзади. Красиво так все. Чуть попало, да? Я этот момент не засняла. Так, все, Басик. Ой, смотрите, какое местечко. Вообще, чуть ли не одно из последних нам досталось. Такие диванчики. Сейчас мы постелим сюда, полотенчики нам принесут. Вот. Здесь даже солнышко попадает, и классно. Сейчас мы скорее переоденемся, да, Денечка, и пойдем купаться. Купаться. Где моя камера? Где моя камера? Только что вот так это было, пока я ее не нашла. Так, у нас хорошая новость. На сайте не успели обновить информацию. Было написано, что дети до 8 лет бесплатно. А в Инстаграме информацию уже обновили. Сейчас пришли, и мне говорят, а вы за ребенка будете платить? Я говорю, а тут же у вас бесплатно детям до 8 лет. Она говорит, это была акция. А сейчас нет. Я говорю, а на сайте не написано, что это акция. Там информация не обновлена. И она взяла с меня только за меня. Я говорю, лучше найдите 300 рублей, а я чуть-чуть куплю ребенка. Да, идеально. Обновляйте информацию. Ну, без проблем. Вот. Так что все, мы переодеваемся. Давай, 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 давай. Что? Мы приехали на ближнюю дачу. Что долго надо, давай. Силечка. Давай, чил тебе, дорогая. Моя красивая, как невеста стоишь. Вообще, богиня. Так, я не только ноги снимаю. Так, как повыше, пониже. Моя красота. Как ты вот снимаешь туда сейчас. Да. Да, там снимаешь. Там девочка такая симпатичная. Ладно. Так, давай, Дэнни, как мы тут с тобой надевались вот так. Давай, давай, давай. Что? Мы приехали на ближнюю дачу. Поехали. Силечка. Давай. Сил тебе, дорогая. Моя красивая, как невеста стоишь. Давай, давай, давай. Так, как отключить твою? Мы приехали на ближнюю дачу. Дэненька с истерикой вылез из водички, потому что скажет, да, так, хорошо? А мы такие белые с тобой. Нам надо чуть загорать. Ого, пузо оголило. Короче, Дэненька тут и так, и ся. Кайфуешь? Татьяна воноше в телефоне себе. Сейчас бананчик скушаем, будем загорать. Мама, руку дай, скажи. Что за трубочка здесь какая? Пыгай. Сними. Пыгай. И подожди. Пыгай. Сейчас, подожди вон. Давай. Прыгай. А смотри, как голову. Молодец, ай, красота, молодец, умничка. Танюш, тебе очень идут эти очки. Слушай, даже как будто и лицо преуменьшилось. Детское стало. Да, еще там, малышка, да? А может так или? Орех, потому что попался, Дэн. Ты же не ешь орехи. Выплевывай. Выплевывай, Орешек. Мы взяли мороженое. Денечка съел картошечку уже. Съел. Если это плохо, не выкладывай. Главное, чтобы не лом. Это хайп. Ловим хайп. Хейп мы ловим. Хейп. Пошли хейп. Ну что, мои хорошие, время. Начало восьмого. На самом деле, я не скажу даже, что какой-то сильный ветер, но ветерок есть, да? Мы отлично погуляли. Как видите, я спокойно сейчас снимаю, потому что здесь все уже разошлись. Половина восьмого, тут никого нет. Дэн, стой! Стой! Я хочу вам показать местечко. Изначально мы были вот там, в зеленой зоне. Там реально очень клево, уютненько. Вот. Но потом, когда мы пошли купаться, здесь освободились места. Вот они мы здесь были. Как раз возле водички. Здесь у нас спуск. Купаемся. Вот там бар, все дела. Вот там мы пофоткали с Татьяной. Очень красивое вообще. Небо, все дела. Мы хотим сюда еще прийти. Нам очень понравилось. Вот. Сейчас жду Таню. Она пошла переодеваться. Вон туалет. И все, в общем, близко. И Дэнка убежала. В инстаграме я, кстати, сделаю пост. Сегодня она встретила здесь свою одноклассницу. Она нас так красиво вдвоем сфотографировала. Я выложу пост с Татьяной. Мы там в туниках, я в голубой. Она в желтое. Ищите этот пост. И под этим постом можно задавать вопросы. Какие бы вы хотели задать нам вместе с Татьяной. Я у нее спросила, не хочет ли она видео совместное снять. Я говорю, ты видела комментарии? Хотят какой-то вопрос-ответ, может быть, да, с нами там. Вот. Вот идет красотка. Вот. И поэтому вот здесь мой инстаграм оставлю. Заходите, ищите пост. Задавайте вопросы. Мы снимем с Татьяной отдельное видео. Переоделась звезда. Я уже говорю, чтобы нам вопросы под постом, где мы с платьями, оставляли. Я его еще не выставила. Ты же боишься? Можете задавать любые вопросы на любые темы. Да, но только потом не обижайтесь. Эти ответы вам не очень понравятся. Ну, здесь, знаешь, предупреждая, не предупреждая. И, к сожалению, если нам суждено выхватить хейта, то мы его выхватим. Да. Ладно, давай, одевайся, уже никого нет. Все, просто пустота. Мы одни. Вон ласточка моя стоит. Идем. Хорошо отдохнули, хорошо погуляли. Хорошо погуляли? Очень. Еще надо приехать сюда, мне нравится. Завтра я работаю, послезавтра можно было бы пойти в графский парк. И я там не была, по-моему. И я там не была. Вот знаешь, что мне очень сейчас интересно? Вот как ты думаешь, какой вопрос меня волнует больше всего? Я вот даже... Ну, все достаточно просто. Мне интересно, загорела ли я хоть немножко? Да, ты персиковая такая. Такой, да, такой ранний персик. Я перевела. Ранний персик, еще зеленый персик. Девочки, мы возвращаемся домой. Посмотрите, какой красивый закат, какое красивое небо. Боже мой. Я просто не могу, смотрите, сейчас вылетит птичка. Вылетит солнце. Оно такое красное, оранжевое, огненное. Ох, просто нереал. Нереал. Я не могу, я не знаю, что со мной происходит в этот момент. Ну, я кайфую. Обожаю закат. Девочки, мы на... Кей же дать? Нет. Мы на обратном пути опять заехали к Татьяне. Она говорит, заходите, я вас накормлю. Картошечка. Наготовила, блин, так много. Картошечка. И опять и корочка. Сосисочки. Деньке макароны разогрела. Но она, на самом деле, уже много поела. Это просто вот так, чисто вместо печенья макарошки. Сосиски он не ест. Кабачковую икру не хочет. Можно варенье ему? Он не ест варенье. Зелень в картошке. Вот он видит зелень, всё, он её не возьмёт в рот. Так что, такие дела. Но мне очень вкусно. Спасибо, дорогая. Не знаю, видно меня сейчас или нет. Но тут фонарь вроде бы так интересно светит. Надеюсь, меня видно. Что-то Нюша нас проводила. Накормила, напоила. Поболтали, во дворе посидели. Как всё-таки классно, когда частный дом, и ты можешь и качельки свои поставить, столик, стульчики. Вот такая погода сейчас просто идеальная. Реально сидеть. Можно было бы музычку включить, там коктейльчики какие-нибудь сделать вкусненькие, закусочку какую-нибудь вкусненькую, фруктики, чего-нибудь такое. Вот. Ну так вот это я имею в виду. С ребёнком это одна идиллия, а когда ты сам себе принадлежишь, это другая идиллия. В общем, классно. Ну всё, мы едем домой. Время уже начало десятого. Так что всё, сейчас купаться и спать. Сытые, главное, что не нужно думать о еде сейчас. Таня, кстати, очень любит готовить. Точнее, не любит готовить. Она сказала, что она любит очень кушать. Вот. Ну и она тем не готовит. И наготавливает много вкусняшек всяких. Вот. Поэтому к ней, когда приедешь, практически всегда есть что-то вкусное. Спасибо. Ну вот и девочка. Скучала так, забежала. Прям на шею повисла сразу, да? Скажи, мама, что так долго не было? Вот как вы думаете, скучала она, скучала? И спала. И спала, походу, да? Весь день. Все глаза в козюлях. Ты мой девочка. Мое, мое. Тарахтит. Трактор мой. Да? Трактор тарахтит. Ну все, мы дома. Купаться и спать, да, Дэн? Дэнечка, развивайся. Давай, солнышко. Ручки мыть. Развивайся. Ручки мыть. Давай. Иди, садись, снимай. Парисовай. Всем доброго дня, мои хорошие. Да, сейчас время день. Новый день настал. Сегодня уже очень много всего произошло. Во-первых, я сняла видео. Очень интересное для своего второго канала. Ссылка на мой второй канал под видео. Я уже тысячу раз, наверное, в этом влоге об этом сказала. Но я продвигаю свой второй канал и хочу, чтобы вы подписались. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь. И сегодня, короче, вчера вечером началась переписка. Сегодня продолжилась с людьми, которые хотели угнать мой канал. Вот. Слава богу, у меня есть общие чатики с блогерами, с которыми я познакомилась в Москве, когда YouTube нам делал встречу. У нас есть общий чат. Также с девочками. Я начала задавать вопросы, потому что мне... Вот знаете, ну просто чуйка. Тут ничего не скажешь. И опять же, чуйка – это не то, что, знаете, идеально составленное письмо, а ты как бы... Чуйка у тебя. Нет. Оно было, видимо, не идеально составленное письмо. По идее как бы все четко написано, да, все вроде бы нормально, да, вот как рекламодатель пишет тебе. Но что-то не то. В каких-то нюансах, может быть, там, не знаю, те же знаки припинания, может, какие-то словесные обороты. И ты понимаешь, что что-то тут неладное. В общем, началась переписка. Мне предложили прорекламировать программу видеомонтажа. Какая-то интересная, суперпростая. Мне даже самой заинтересовало. Думаю, может быть, я сменю себе видеомонтаж, если... Ну, видеомонтаж, да. Если реально программа крутая, классная, да, и она бесплатная, вот что еще. Думаю, это будет круто даже для себя самой попробовать, да, и уже показать вам всем. Вот, соответственно, ну, чтобы рекламировать эту программу, мне нужно ее скачать на свой компьютер, да, и ее использовать. И условия там были такие. Во-первых, там было несколько ссылок, да, какая-то компания, типа, не путайте вот это. Короче, компания какая-то, Luminar, не путайте с фоторедактором, Luminar 4, у нас там Luminar Studio, что-то такое написано. Меня это сначала насторожило, да, типа, сравнения какие-то непонятные. Вот, ссылки непонятные. Я не прохожу по непонятным ссылкам. Вот, и как бы начала задаваться вопросом, кому писали рекламодатели такие, да, там и так далее. Вот, а еще там у них было условие, что прежде чем они скинут предоплату или полную оплату, я должна им дать подтверждение того, что я начала работать уже в этой программе. То есть я должна была скинуть скрины этой программы. Ну, это вот, мне кажется, уже вообще какое-то странное такое вот поведение. Вот. Ну, я начала узнавать у своих знакомых там кто что, и многие начали скидывать тоже мне переписки и говорить, что да. что, как только начинаешь говорить о предоплате, кушай. Бананчики ешь. Аккуратно, холодные только. Когда начинаешь говорить о предоплате, люди начинают сливаться и говорить что-то непонятное о недобросовестных блогерах там и так далее. Но вообще со всеми рекламодателями, с кем бы я не сотрудничала, да и блогеры тоже, которые ценят свой труд, да, и как бы предоплата всегда в основном. 99% предоплата. Есть редкие исключения, может быть. Ну и то. То есть редкие исключения, вот так, чтобы ты подтверждал свою работу. Это вообще я первый раз с этим столкнулась. Типа подтвердить, что вы работаете. Вообще непонятное что-то. Вот, ну и все. И я уже поняла, что это лохотрон. И уже начала еще видео смотреть, где, как уводят. И да, программы никакие, девочки. Если кто-то смотрит меня из блогеров, начинающих блогеров, никогда не переходите ни по каким сомнительным ссылкам. Не устанавливайте никогда никакие программы себе на компьютер. Ваша почта, которую вы оставляете рекламодателем, не должна быть связана с почтой, на которую вы ваш канал привязали. Да, то есть почта, по которому канал идет, и почта, которую вы оставляете рекламодателем, должна быть разная. Вот. Так что так легко можно потерять канал. В общем, да, я столкнулась с этим. Я им даже завысила цену рекламы своей, именно потому, что мне показалось это странным. И они очень быстро и легко согласились на эту цену. Вообще, мне надо уже повышать цену моих этих, моей рекламы, да. Вот. Ну, короче, вот так вот. Просто чуйка, просто в каких-то мелочах. Будьте осторожны. И что сейчас? Сейчас я собираюсь... Кстати, сегодня у меня новый тон, новая тушь. И я это все тестирую на своем втором канале. Там отдельное видео, там тушь и тон. Ну, делаю макияж заодно. Так что вот этот макияж, который у меня сейчас, вы сможете увидеть на видео на втором канале. И сейчас мы собираемся с Денечкой уже выходить. Мы покушали, кучу дел попеределали. Собираемся выходить. Куда выходить? Короче, пошататься по магазинам. Мне надо в ХОВ пойти посмотреть... День, подожди. Мне надо в ХОВ пойти посмотреть прикроватные тумбочки. И где я там брала эту полку? А, и в ХДМ. Мам, подожди, говорю. И в ХДМ надо зайти... Сейчас, секунду, подожди. И в ХДМ нужно зайти и посмотреть. Вот я думаю, может быть, какие-то там будут эти... Шкафчики... Ты хитруля, а? Зажимают. Короче, я ему убрала на планшете этот звук. Он зажимает мой палец между пальцами своих ног и пытается сделать громче, чтобы я рукой не мешала. Ой, хитрый, находчивый ребёнок. Хитрый, находчивый. Обалдеть, придумала. Ногой держит мою руку. Короче, пойдём шататься по магазинам. Блин, крошки мои, я не знаю, во сколько я вам говорила, что мы сейчас будем выходить из дома. Мне кажется, было, наверное, полтретьего. Сейчас начало уже полшестого. Мы только вышли. Я не знаю, что я сейчас успею. Возможно, ничего не успею. Вот, но... Робздимся. Это называется, когда ты дорвалась, съела все дома фрукты. Взяла, короче, деньги виноград. Взяла вот эти вот, мне нравятся очень. Нектарины. Очень вкусные. Не все, но вот я люблю мягенькие, когда... Так, бананы ещё есть. А вот, смотрите. Вот это что? Это слива крупная. Я взяла три штучки. Она прям мягкая. Мне кажется, она сладкая. Постудит на 10 рублей. Давай, мне я буду ставить. Так, это слива. Молодец. Опоздала. Так. Слива крупная. Молодец. Умничка. Мой зайчик снова добрался до мячика. Всё, устал? Давай, покажи класс. Веди мяч. Давай. Побежал. Ногой. Давай. Марш. Ё, молодец. Давай, веди мяч. Всё, надо уже узнавать. Он вообще конкретно даже вот в паре особенно. Давай. На старт. Внимание. Марш. Мой зайчонок. Любимый мячик, да? Как мы любим мячик. Давай. На старт. Внимание. Да. Всё, моя хорошая, справилась. Короче, искупала, накормила, поубирала. Сама голодная. Вообще. Я толком сегодня нормально, ничего не еду. Да. Подписывайтесь. Это хорошо. Всё. Продолжение следует...